О том, как начать свой бизнес-проект, жителям посёлка Новосёлки рассказали на выездном семинаре Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. Тем, кто активно занимается развитием сельского хозяйства или только начинает свой агробизнес, помогает проект Агростартап. В нынешнем году мера государственной поддержки изменилась. Если заявитель идёт в составе кооператива, то максимальная сумма гранта до 6 миллионов рублей на мясной и молочный коррес. То есть суммы в этом году на приоритетные направления в Ульяновской области, это мясной и молочный коррес, увеличены на другие цели по программе Агростартап. На другие цели 3 миллиона рублей в составе кооператива до 4 миллионов рублей. Это серьёзная финансовая поддержка для закупки и крупнорогатого скота, и техники. В регионе крестьянско-фермерские хозяйства зарегистрировали уже более 700 жителей. Почти все вовлечены в сельхозкооперативы, а значит обеспечена занятость почти 10 тысяч сельских жителей. Для меня важно, чтобы я жила в именно сельской местности, чтобы развиваться здесь, помогать своей области, развивать это всё фермерское и сельское хозяйство. Для того, чтобы получить средства на развитие хозяйства, нужно подать заявку на грант и написать бизнес-план. Затем пройти конкурсный отбор. Одна из победительниц проекта Агростартап – Людмила Затеева. В прошлом она юрист, но после рождения ребёнка решила не возвращаться на работу, а начать своё дело. Сегодня в её хозяйстве содержится 40 голов крупного рогатого скота. Перед 8 марта мы ожидали отёл, у нас был до 8 марта отёл, после 8 марта. И на 8 марта у нас было два подарка. Пока на ферме работает 3 человека, но в ближайших планах – развитие хозяйства и увеличение поголовья. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск, из Меликесского района.